Это, мы не знаем, когда это получилось, но наши ребята поднимались на горах, ну, 10 марта они видели там. Сразу они сообщили нам, мне и нашего депутата, в второй день мы сразу утром уже поднимались на горах и видели, что все произошло. И мы сообщили, так, мы сообщили, даже этого продуктово, бессознательную организацию сообщили, сообщили каримуста ЦВА, они все приехали, посмотрели на местах, они взяли рыбу для изучения, для чего это произошло. Но ответы пока не мы принимали, не получили ответы. Ждем ответа, от чего рыба сдохнула. Рыба там появилась где-то в 95-м году, до сих пор таких случаев не было, потому что всегда там вода была полная. Но в этом году вода была совсем маленькая, поэтому это так произошло. Начинали уже ребята наверху, будем очистить, все, сколько есть, столько рыбы будем очистить, будем закопать, похоронить и закрывать. Таких случаев у нас не было, это первый случай. Это зависит от того, что воды было очень мало, зимой кислорода не хватает, поэтому вода очень быстро замерзла, и из-за этого сдохла вся рыба. Вот этот водопой нам очень нужен, так как скоро уже открывается сезон, коров надо, скот надо выпускать на улицу, а эту воду надо как-то очистить, воду надо сливать, потому что вода 100% отравлена уже. Потому что водопой сюда нельзя коров пускать, если коров будем сюда на водопой привезти, коровы сдохнут, как рыба сдохла, так и коровы сдохнут. Это не так, что водопой, так и коровы сдохнуть, так и коровы сдохнуть, так и коровы сдохнуть. Дезинфекция, это не так, что консервация. Дезинфекция, это не так, что консервирование.